Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Толкование блаженного Феофилакта. Устрашать еще более и величием дара, то есть Духа, и достоинством сообщившего дар, то есть Бога. Вы, говорит, храм, и притом святой, ибо вы храм Святого Духа. Не оскверняйте же Святого Храма и не делайте бесполезным дара Божия, ибо от Бога имеете дар и Духа. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. Ибо вы куплены о дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Толкование. Вы под владыкой, и ничего не имеете своего. Само тело не ваше, ибо вы куплены дорогою ценою, то есть кровью Христовой. Посему члены ваши подлежат другому владыке, и на что ему угодно. На то и должно обращать их деятельность. Говоря это, не уничтожает свободного произволения, но показывает, что Бог, которым мы искуплены, по праву требует от нас служения себе. Итак, поскольку вы куплены, говорит, то прославьте Бога в теле вашем, то есть совершая телом добрые дела и соблюдая его святым и чистым. Ибо прославляя Бога, прославление Бога состоит в том, когда люди видят ваши добрые дела, и вследствие того прославляют его. Показывает, что не телом только должно избегать блуда, но и душой, так, чтобы и мысленно не оскверняться, ибо душой назвал мысль. В Евангелии от Матфея 2 стих Запрещено и то прибыль ободеяние, которое остается только в сердце. Непрестанно напоминает, что мы не принадлежим самим себе, а находимся под владычеством Бога, который искупил и душу, и тело наше. 1 Коринфянам 7 глава 1 стих Я смотрю, машина подъехала, нет, видать, подъехала. Он зашел туда к ней. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, толкование, исправив беспорядки разделений, блуда, любостяжание, теперь постановляет правила о браке и девстве. Девстве. Ибо коринфяне в письме к нему спрашивали, должен ли воздерживаться от жены или нет. Хорошо, превосходно, говорит, если бы и всякий человек, а не священник только, как некоторые худо понимают это, вовсе не касался жены и оставался девственником. Но безопаснее и к нашей немощи ближе вступить в брак. Посему превосокупляет следующее. Берут отсюда монашество. Что один, это хорошо, это прямо. Ну где написано, что давайте обеты, ни под каким вином не жениться, ну как монашество-то? Нигде нету выдумка. Все на лжи основано. Все монашество основано на лжи. Сто процентный. 1 Крамифинам 7 глава 2 стих. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». Толкование. Говорит и о той, и другой стороне. Ибо может достаться, что муж любит целомудрие, а жена – воздержанию. А жена – нет. Или наоборот. Словами «во избежание блуда» побуждают к воздержанию. Ибо если брак позволяется во избежание блуда, то соединенные браком уже не должны совокупляться между собой без всякой умеренности, но целомудренно. 1 Крамифинам 7 глава 3 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Толкование. «Долгом, говорит, почитайте любовь друг к другу, и поскольку она долг, то вы необходимо обязаны оказывать ее друг другу». 1 Крамифинам 7 глава 4 стих. «Жена невластна над своим телом, но муж, равно и муж невластен над своим телом, но жена». Толкование. Теперь доказывает, что любовь друг к другу действительно есть долг необходимый, ибо невластны, говорит, супруги над своими телами. Но жена есть раба, и вместе госпожа своего мужа. Раба, поскольку не имеет власти над своим телом, чтобы продавать оное, кому захочет, но владеет и муж. «А госпожа, потому что тело мужа есть ее тело, и он невластен давать сонной блудницам. Подобным образом и муж есть раб, и вместе господин своей жены». 1 Крамифинам 7 глава 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Толкование. То есть против воли мужа не должна воздерживаться жена. Равно и муж не должен воздерживаться против желания жены. Ибо воздерживаться одному против воли другого значит лишать себя. Подобно как и о деньгах говорится. Но воздерживаться по воле совсем другое дело, когда, например, оба муж и жена по согласию определят известное время для взаимного воздержания. И изъясняет, что значит его выражение на время. То есть, когда придет время пребывать в молитве. То есть молиться особенно усердно. Ибо не сказал просто для молитвы, но для упражнения в молитве. В самом деле, если бы апостол находил в супружеском сожительстве препятствие к обыденной каждодневной молитве, то как в другом месте сказал бы «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих. «И так, чтобы ваша молитва была пламеней, удержитесь, говорит друг о друга, потому что совокупление, хотя не оскверняет, но вмешает благочестивому знанятию. Я говорю, чтобы вы опять соединялись, но не полагаясь его законом, а предписывая для того, чтобы не скошил вас сатана, то есть побуждая к блудодеянию. Поскольку же не дьявол сам по себе бывает виновником блудодеяния, но преимущественно наше невоздержание, то апостол прибавил «невоздержанием вашим», ибо в нем заключается причина того, что дьявол искушает нас. 1 Коринфянам 7 глава 6 стих. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, толкование. Чтобы вы до времени лишали себя друг друга, я сказал это, — говорит апостол, — как позволение, то есть снисхождение к вашей немощи, а не как повеление непреложное». 1 Коринфянам 7 глава 7 стих. «Ибо желаю, чтобы вы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Толкование. Везде, где только апостол предписывает какой-либо трудный подвиг, обыкновенно самого себя ставит в пример. Посему и здесь, говорит, желаю, чтобы все и всегда воздерживались. Пребывание в детстве, говорит, есть дарование от Бога, однако этот подвиг требует и в наших сил. Как же он называет его дарованием? Утешение Коринфян, которому он словами «невоздержание» в вашем 5 стихе, нанес чувственный удар. «Между тем, заметь, что и самый брак он почитает дарованием, ибо сказал, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, то есть дарование пребывать в детстве, другой иначе, то есть дарование жить в супружестве». 1 Коринфянам 7 глава 8-9 стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Толкование. «Видишь ли мудрость Павла, как он превосходство девства показывает, и в то же время не принуждает к воздержанию от супружества того, кто не в силах воздерживаться, дабы в противном случае не подвергся он более тяжкому падению? Если говоришь, ты испытываешь большое насилие и воспламенение, ибо власть похоти сильна, то освободи себя от тех трудовых потов, дабы, взявшись за них, не подпасть горшему злу». 1 Коринфянам 7 глава 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем». Толкование. «Поскольку Господь в ясных словах дал закон и разводиться, разве только по пращению непрелюбодеяния» Евангелие от Матфея 5 глава 30 стих, «то апостол говорит, не я, но Господь. Прежде же сказанное не было буквально узаконено Господом. Впрочем, и слова Павла в Иисусу слова Господни, а не человеческие. Ибо ниже он так говорит о себе, «Думаю, и я имею Духа Божия». 1 Коринфянам 7 глава 40 стих. 1 Коринфянам 7 глава 11 стих. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Толкование. «Разводы, говорит, бывают из любви, воздержания или по малодушию или по другим причинам, но лучше, если бы вовсе не было разделения. Если жену и последует, то жена должна оставаться при муже, если не для соития, то для того, чтобы не привести никого другого. Если же она не сможет воздержаться, то пусть примирится с мужем». 1 Коринфянам 7 глава 12-13 стих. «При чем же я говорю, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». «И жена имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его». «Так, где она тут? Ее, оставлять ее». «Его». 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 «Что?» «Не должна оставлять его». «Так, первое, так, не следите в агам. Толкование». «Что ты говоришь? Если муж неверующий, то пусть остается женой. А если блудник, то до не должен оставаться с нею. Но неверие хуже блудодеяния? Точно хуже. Но Бог взыскивает боли за грехи против ближних, чем против себя. Ибо сказано, «Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим». Евангелие от Матфея, 5 глава, 24 стих. «И десять тысяч талантов ему должных он простил за того, кто должен был сто динариев, он не оставил обиды без отомщения». Евангелие от Матфея, 18 глава, 34 стих. «Так и в настоящем случае. Грех неверия, который оскорбляет самого Бога, он оставляет без внимания, но грех прелюбодеяния наказывает, как грех против жены». Некоторые, впрочем, так объясняют. Человек, который остается в неверии по неведению, которая может быть и пончится, как и сам апостол стих 16 говорит, «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» А блудодеяние совершается вследствие явного развращения. Кроме того, блудник уже сам прежде отделил себя, ибо, отняв свои члены, у жены сделал их членами блудницы. Между тем, как неверный не сделал никакого греха против плотского единения, или лучше сказать, через это единение он, может быть, соединиться и поверен. Не говорю же о том, что и порядок в жизни извратится. И Евангелие подвергнется поношению, если верная помоловина отделиться от неверной. Между тем, рассматриваемую заповедь апостола относи к тому только случаю, если муж и жена соединились с браком, когда еще оба находятся в неверии, но после таяли другая сторона обратилась к вере. Ибо, если прежде только один муж был неверующим, или одна жена, то верующей половине вовсе не позволялось вступать в брак с неверующей. Это видно из слова апостола. Ибо не сказал он, если кто пожелает взять неверующего, но если какой брат имеет, опять, не просто предписывает жить в верующей половине с неверующей, но только в том случае, если последнее пожелает того, ибо это значит согласно, то если пожелает. 1 Коринфянам 7 глава 14 стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Толкование. То есть изобилием чистоты верующей половины преодолевается нечистота неверующей. Это значит слова апостола, а не то, будто язычник делается святым. Ибо апостол не сказал, бывает свят, но освящается, то есть побеждается святостью верной половины. А говорит об этом для того, чтобы верующая жена не опасалась сделаться нечистой, если будет иметь все жительство с таким мужем. Но спрашивается, совокупляющаяся с блудницей, делаясь одним с нею телом, становится нечистым, 6.16 очевидно, и совокупляющаяся с язычницей становится одним с нею телом. Если первый нечист, то как же не делается нечистым последний? Что касается блудодеяния, в нем бывает точно так. Когда имеют общение между собой блудники, то их смешение имеет нечистоту, а потом они оба нечисты. Но иначе это дело при сожительстве верующей половины с неверующей. Неверующий муж нечист по его неверию, но жена имеет с ним общение не по неверии, а в ложе. В этом общении не оказывается никакой нечистоты, ибо оно есть и законный брак. Посему это верующая половина и не делается нечистой. Если бы неверная половина не побеждалась чистотою верной, то дети их были бы нечисты, или только наполовину чисты, то есть не нечисты. И с лишним выражением святый апостол изгоняет страх подобного подозрения. 1 глава 7-15 стих Коринфяна. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра таких случаев не связаны. К миру призвал нас Господь в толковании. Например, если он повелевает тебе или принять участие в его неверии, или отказаться от прав брака, то разведись, ибо лучше разрешить узы брака, нежели поручить благочестие. Если муж ссорится с тобой за то, что ты не принимаешь участие в его неверии, то разведись с ним. Ибо ты не порабощена ему в таком случае, то есть тебя не принуждает следовать за ним и в таковых делах. Лучше разделиться с ним, нежели ссориться. Потому что Бог так. Так. Ибо ты не порабощен так. Если муж ссорится с тобой, то этим он послал. Сам подал причину на развод. К разводу. Снова обратившись к тому вещанию, что не должна оставлять жена мужа, предлагает настоящий вопрос. Ибо если говорит не ссориться с тобой, то останься с ним и увещевай его. Может быть, что-нибудь сделаешь. Представляет успех сомнительным, с одной стороны, для того, чтобы не подумали, будто поставляют жене в непременную обязанность совершенно убедить своего мужа, а с другой, для того, чтобы поддержать в ней надежду на обращение мужа и предупредить отчаяние. 1 Коринфянам 7 глава 6-17 стихи. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему попределил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Толкование. Откуда знать тебе, спасешь ее или нет? Это совершенно неизвестно. Но если неизвестно, то не должно острогать брак, потому что, если ты не спасешь ее, не повредишь себе, а если спасешь, то и себе, и другим принесешь пользу. Апостол как бы так сказал, не должно быть развода под предлогом неверия, но каждый поступает так, как благоволил о нем Бог. Ты призван, имея жену из верных, оставь ее при себе. Из-за неверия не изгоняй ее, так я повелеваю по всем церквам. Это сказал для того, чтобы коринфяне тем охотнее послушались сегодня, когда и другим вместе с ними повелевают то же самое. 1 Коринфянам, 7 глава, 18 стих. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. Толкование. Вероятно, многие, стадясь обрезания, каким-нибудь лекарством приводили обрезанный член в первобытный вид, наращивали на нем кожицу. С другой стороны, некоторые, находя в обрезании что-то важное, обрезывались по обращению к вере. Посему говорит, что это нисколько не содействует вере. 1 Коринфянам, 7 глава, 19 стих. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Толкование. Везде, говорит, вместе с верой требуется исполнение добродетели, а все прочее или мало, или вовсе не требуется. 1 Коринфянам, 7 глава, 20-21 стихи. Каждый, оставаясь в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если их можешь сделать свободным, то лучше воспользуйся. В том звании, в котором призван. Толкование. То есть, в каком роде жизни и каком чине и состоянии ты уверовал, в том и оставайся, ибо под призванием разумеет приведение к вере. Рабом ли ты принял веру? Не беспокойся, не смущайся, ибо рабство вовсе не вредит тебе. Так что, если бы ты мог сделаться свободным, то лучше воспользуйся, жертвуй собой для пользы другим или других. 1 Коринфянам, 7 глава, 22 стих. Ибо раб призванный в Господе есть свободный Господа, равно и призванный добродетельным добродетельным. Так, свободным называется тот, кто освобожден от рабства. Итак, говорит, ты, который уверовал в состоянии рабства, ты свободный Господа, ибо Христос освободил тебя от греха и от оного внешнего рабства, хотя ты раб. Кто не покоряется страстям, имея душу благородную, тот не раб, хотя и кажется таковым. С другой стороны, иной, свободным призван к вере. Такой раб Христов. Итак, если название рабства возмущает раба, то пусть разумеет он, что он сделался свободным во Христе. Эта свобода гораздо важнее человеческой. Опять, если имя свободы надмивает свободного, то пусть разумеет такое, что он раб Христов и смирится, представляя, что он подчинен такому владыке и должен угождать ему. Видишь ли, мудрость, какую дает апостол подоставление рабам свободы. 1 Коринфянам, 7 глава, 23-24 стихи. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том, каждый оставайся пред Богом. Толкование. Это говорит не к одним рабам, но и к свободным, увещевая все христиан, ничего не делать для угождения людям и не повиноваться им, если и поведение, повеление, противозаконное. Вот что значит купленным от Бога быть рабами человеков. не к тому убеждает, чтобы рабы отпадали от своих господ. Нет, это видно из последующих его слов, в каком звании кто призван и так далее. То есть, если кто призван и в состоянии рабства, в том пусть и остается. Перед Богом присовокупил для того, чтобы через повиновение беззаконным владыкам не отпасть от Бога. Заботиться и о том, и о другом, то есть, чтобы с одной стороны под предлогом повиновения Богу рабы не отпали от владык, а с другой оказывает своим владыкам сверхдолжное повиновение не отпали от Бога. 1 Кориффе 7 глава 25 стих. Относительно девства я не имею повеления Господня, я даю совет, как получивший от Господа, милость быть ему верным. Толкование. Выше занимал нас беседой о целомудрии, а теперь обращается к более важному предмету, именно к девству. И говорит, что Господь не положил закона и не дал повеления относительно девства, а сказал только, кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея 19 глава 12 стих. Посему и я не дерзаю предписывать что-либо касательно всего предмета. Это дело важное, но вместе и опасное. Впрочем, даю свое мнение, то есть совет, поскольку я сам по милости Божией удостоен быть верным, то есть близким к Нему и таким, которому можно верять тайны. 1 Коринфянам 7 глава 26 стих. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Толкование. По моему мнению, говорит, всего лучше для человека воздерживаться от брака по причине соединенных с ним неудобств и неприятностей, а не потому, чтобы брак был нечист. 1 Коринфянам 7 глава 27-28 стихи. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девиз выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне возжаль. Толкование. Словами соединен или ты с женой показал, что брак ахузы приносит с собой неприятности. Разводом называют невоздержание по согласию, но развод бездотаточной причины. Ибо если супруги воздерживаются по согласию, то это не развод. Сказав, не ищи жены, чтобы не подумали, что заповедует безбрачие, прибавляет, впрочем, если и женишься, не согрешишь. Смотри, между тем, как неприметно побуждает к девству, называя брак узами, а девство разрешением и свободной. Под девой здесь, разумеет, не ту, которая посвящена Богу, ибо если это выйдет замуж, то без сомнения согрешит, так как через это, кроме жениха своего Христа, ведет к себе прелебодея, но еще безбрачную траковицу. Итак, если таковая выйдет замуж, не согрешит, потому что брак не заключает в себе ничего нечистого. Скоробями называют заботы и печали, сопряженные с браком. «Мне продолжают мне вас жаль, как детей, и желаю, чтобы вы были свободны и беспечны, чальны. Брак это узы, и те, которые находятся под его игом, не имеют никакой власти над собой, как сказано выше». 1 Коринфянам, 7 глава, 29 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». «Чтобы к словам его будут иметь скорби по плоти, кто-нибудь не прибавил, но вместе и удовольствие пересекают всякую надежду на удовольствие, поставляя на вид тесноту времени, ибо все спешит к разрушению, приблизилось царство Христово, и наконец мы должны явиться ко Христу. Итак, если есть какое удовольствие в врачной жизни, то оно непрочно и кратковременно». 1 Коринфянам, 7 глава, 30-31 стихи. «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Толкование. «Если и имеющие жен должны быть как не имеющие, то что за польза связываться браком и возлагать на себя время? Что же значит как не имеющие? Значит не прилепившиеся к браку и жене и неистощающие всех попечений на них. Таким образом, никто не должен слишком озабачиваться другим, чем-либо, ни печальными обстоятельствами, на которые намекнул словом плачущий, ни радостными, которые означают словом радоваться, ни договорами, которые выразил словом покупать. и для чего говорит перечислять то и то. Просто пользующиеся миром не должны злоупотреблять им, то есть прилепляться к нему со всем усердием и при пристрастием. Ибо потребление излишне и выходящее из-за пределов должного есть злоупотребления, то есть происходит, проходит и разрушается. Зачем же привязываться к тому, что разрушается? названием образ показал, что вещи настоящего мира только и мелькают перед глазами, чрезвычайно легки и не имеют в себе ничего твердого и существенного. 1 Коринфянам 7 глава 32 стих А я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты заботятся о Господнем. Как угодить Господу? А каким образом бы мы быть без забот? Если бы оставались безбрачными. Поэтому прибавляет следующее. 1 Коринфянам 7 глава 33 стих А женаты заботятся о мирском. Как угодить жене? Есть разность между разомужней и девицей. Толкование. Как это Павел желает чтобы мы были беспечальными и для сего внушая нам безбрачие, ты опять говоришь не женаты заботятся о Господнем. Ибо вот и здесь также заботы, но не такие, говорит, какие соединены с браком. Заботы о Господнем спасительны и усладительны, а заботы о мире вредны и тягостны. В самом деле, не есть ли тягость и прискорбие стараться угодить жене, и особенно такой, который любит украшения, требует золота и жемчуга и других пустых вещей. Это располагает жалких мужей к несправедливости и душевредным распоряжениям вещами. То есть они различаются между собой и ни одну и ту же имеют заботу, но разделены в своих попечениях. Одна печется о таких предметах, а другая о других. Коль же скоро заботы у них различны, то должны выбирать те из них, которые лучше и легче. 1 Коринфянам 7 глава 34 стих. Незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. Толкование. Недовольно быть святое тело, но должно быть таково и по духу, ибо в этом, то есть в чистоте души состоит истинное девство. На опыте многие, будучи чисты и непорочны по телу, скверны по душе. Сверх всего, обратим внимание и на то, что та не дева, которая печется о мире. Спасибо благодарить женщину, которая выдает за себя деву, а между тем печется мирском, то знай, что она нисколько не отличается от замужней. Павел для обеих положил неопределенные признаки, по которым можно распознавать их. Не брак и воздержание, но с одной стороны большую и беспокойную деятельность, а с другой спокойное занятие своими делами. Следовательно, та не дева, которая обременяет себя множеством суетных занятий, а замужней продолжает заботиться о том, как гадить мужу, и потому прилагает особенное попечение о своей красоте, или чтобы почитали ее доброй хозяйкой, показывает себя нерасточительной и бережливой. все.